Около тысячи граффити разных размеров и форматов участвовали в подмосковном конкурсе, посвященном победе в Великой Отечественной войне. Конкурс проводился в Московской области с 3 марта по 30 апреля в четырех номинациях. День победы, память в лицах, лучшая репродукция и история победы. От Одинцовского района в конкурсе участвовала 91 работа, однако финальную часть прошли только пять. Я в своей жизни такого не видел. В целом конкурс граффити, как мне кажется, это очень яркое, значимое, знаковое для нас событие. В городе Одинцово такое небо, да я думаю, что и в Московской области. И благодаря инициативе нашего губернатора Андреевича Воробьева был проведен конкурс. Одинцовский район выступил очень активно, более 91 работы было представлено на конкурсе. Мы выбрали пять художников, смогли поучаствовать в конкурсе и разместить свои рисунки, свои картины на наших зданиях, на подстанциях. Мы еще планируем также здания тепловых узлов. Под занавес конкурса молодые художники занялись масштабными изображениями. Так в Одинцово появилась своя достопримечательность. Ее площадь 798 квадратных метров. Эскиз для граффити выбирали сами жильцы дома. Они, кстати, участвовали и в создании картины. Художники изобразили советского солдата времен Великой Отечественной, подбрасывающего в воздух современного ребенка. Рисунок символизирует связь поколений. На его воплощение понадобилось шесть дней. На высоте 57 метров художники работали впервые. Чтобы попасть на высоту, мы получали допуски, проходили определенное обучение. В моей практике это первый раз я делаю 17-этажный дом. Фактически здесь 18 этажей. То есть 57 метров, да, высота. Тяжело, на самом деле, делать эту работу и очень опасно. По словам губернатора Андрея Воробьева, конкурс может стать традиционным. Главное, чтобы изображения на стенах радовали глаз и способствовали воспитанию подрастающего поколения. На наш взгляд, очень важно, что сейчас делается в вопросах нанесения графики на жилые помещения, на трансформаторные подстанции и другие здания и сооружения, которые, естественно, украшают наш город. И приятно посмотреть на эту скульптуру. Совет ветеранов из всех эскизов выбрал самый трогательный. Им стал рисунок, подаривший мир. Андрей Воробьев отметил этот проект особенно. По его словам, граффити имеет те шансы на победу в областном конкурсе. У нас в очень многих городах молодые ребята объединились в канун 70-летия Великой Победы. И вот такой конкурс большой прошел граффити, где большое количество молодежи, около сотни ребят из разных городов, вот свой талант, свой креатив, свои патриотические чувства пытаются изобразить на фасадах на улице. Что очень важно, они это делают не сами по себе, а всегда советуются с жителями, со старостами дворов, конечно, с нашими ветеранами. Вот здесь, прежде чем нанести рисунок на фасад, тоже большая работа была проведена. Совет ветеранов собирался и выбирали из семи рисунков самый трогательный, самый особенный. И вот этот, конечно, это граффити претендует на то, чтобы занять лидирующее место. Победители конкурса «Целый мир помнит их в лицо» были объявлены в Истре 2 мая в рамках Международного молодежного форума «Наследники Победы». Одинцовские художники с работой «Подаривший мир» заняли третье место. А победителем стал художник из Щелковского района. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».